Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, что делать, если грустно-грустно, ничего не хочется, иногда хочется плакать, витамины и т.д. в норме, уже полгода где-то, раньше что-то показывал, теперь скрываю, улыбаюсь постоянно. Ну, во-первых, нужно обратиться к врачу, для програждения диагностики, вполне вероятно, что делал не в витаминах, а в чем-то другом, вот, я не врач, но если мне память не изменяет, за настроение отмечает в том числе щитовидная железа, поэтому может быть с ней что-то, но, если мы не берем в расчет физиологию, физическую сторону, то в первую очередь нужно увидеть, что произошло с вами полгода назад, чтобы вы так стали реагировать, второе, если вам хочется плакать, нужно позволять себе это делать, в слезах вы сможете увидеть то, чего вам хочется, очевидно, что вот эта история про грусть и отсутствие каких-либо желаний, это вот про подавление, про нечувствительность к себе, да, про отвержение, вот, чего-то такого не, как это сказать, не свойственного вам, вот, то есть, это вот такой момент, вот, ну и защита, конечно же, то есть, очевидно, что вы таким, образом себя стараетесь, значит, защитить, очевидно, что вот вы пытаетесь таким образом себя, как будто бы от чего-то уберечь, но вопрос, конечно, здесь заключается в том, а от чего именно вы пытаетесь себя здесь уберечь. Следующий момент, на мой взгляд, тоже важный, заключается в том, что вы испытываете стыд за то, что вам ничего не хочется, то есть, вы начали испытывать стыд, вы начали это скрывать. Это не очень хорошая история, потому что никому, в принципе, еще не помогало, ну, такое вот, если можно так выразиться, лицемерие по отношению к себе, вот. Поэтому я думаю, что по возможности вам имеет смысл все-таки заметить, что в какой-то момент вы начали влиться, в какой-то момент вы начали, ну, чувствовать, значит, вот, какой-то негатив, ну, какой-то негатив к... к тем, кто вас загружает, например, вот, но только запретили себе его выражать, запретили себе его проявлять, вот. Это, на самом деле, не облегчает вашего состояния, да, вот, а напротив, в принципе, как мне кажется, делает его, ну, еще более, я бы сказал, тяготящим. То есть, от того, что вы себе запрещаете как-то себя проявлять, да, вы еще больше тяготитесь, вот, своим состоянием, которое у вас есть, вот. Вот, этого, в принципе, могло бы не быть. Вот. А если бы вы вот, ну, как-то более, более внимательно к себе относились, да, если бы вы, ну, как-то, более, может быть, бережно к себе относились, да. к себе относились, вот, этого бы не было, а так вот, ну да, так вот получается такая неприятная достаточно история, вот, а вот как-то так, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете, значит, ну, с позиции, да, психологии, да, с позиции вот психотерапии, вот, я очень надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, я буду вам благодарен, значит, за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать для себя какие-то базовые постулаты для психотерапии, вот, потому что вам она необходима, на мой взгляд, вот, ну, а вам я желаю всего самого-самого хорошего, удачи, обращайтесь на помощь, и вам она пригодится.